Здравствуйте! С некоторых пор начали шире применять практику обстригания когтей у кошек, а на Западе даже полностью их удалять. Легендарная грация и ловкость кошек, чувство равновесия в значительной степени обусловлены подвижным строением когтей, принимающих определенное и различное положение при ходьбе, беге, прыжках, залезании на дерево. Когти являются основным средством обороны. Царапание – это тоже способ проявления очень сильного инстинкта, обозначения своей территории. При этом кошка не только оставляет видимые метки, то есть следы от царапания, но и наносит на оцарапываемую поверхность секрет специальных желез, запах которого чувствуют все кошки. Царапание помогает животному сохранять психологическое равновесие, чувствовать себя комфортно на своей территории и даже тренировать соответствующие мышцы. На Западе все чаще стали проводить операции, при которых удаляется участок с пальца стопы, отвечающий за рост когтя. Операция обычно проводится на передних лапах. Фактически это равносильно ампутации последней фаланги пальцев, как у людей. Процесс заживления и реабилитации протекает для кошек очень болезненно. Это серьезная хирургическая операция. При этом нарушается уже безопасность кошки. Кошки с такими удаленными когтями не должны покидать помещение. Способность к защите, к спасению бегством от опасности у них серьезно ослаблена. Даже в квартире кошка без когтей подвергается риску. Удаление когтей вызывает ослабление мышц лап, ног и даже спины. Чувство равновесия также у кошки снижается. Чтобы все-таки не прибегать к подобной операции, нужно дома сделать столбик из подручного материала, о который кошка сможет точить когти в свое удовольствие. И установить его нужно в доступном месте, так чтобы он не качался при царапании. Покрытие столбика должно быть жестким и грубым. Подойдет даже какой-то старый палас, потрепанный валенок. И все это можно обмотать еще дополнительно веревкой. Но если не хочется этим заниматься, то такое приспособление можно купить в зоомагазине. Если же вы хотите отучить кошку от царапания мебели, нужно установить столбик так, чтобы он был у кошки на виду. И по мере привыкания постепенно передвигать ее к любимым ее местам. Следует приучать кошку запрещать ей царапания на диване, например, и очень мягко показывать, что можно царапать. Заметив, если кошка собирается царапать мебель, можно громко и строго сказать «нет» и перенести ее на оборудованное место. И, конечно, следует поощрять кошку угощением каждый раз и не ругать и не обижать ее за кошачьи проделки. Субтитры подогнал «Симон»!